Всем привет, друзья! Наконец-то и в наш Степно-Оренбургский край пришли теплые деньки. Днем температура поднимается до плюс 25, а ночью ниже плюс 8 не опускается. Природа начала оживать прямо на глазах. Птички поют, листочки на деревьях повылазили, проснулись всякие насекомысы, приятные и не очень. Но да куда деваться? Кстати, воды в Урале заметно прибавилось, что тоже не может не радовать. Глядишь, и рыбы в этом году будет, если всякие злобные дядьки-браконьеры ее окончательно не передушат. Ну да ладно, не будем о грустном. Короче говоря, не усидели мы дома в такую прекрасную погоду и снова отправились в лес отдохнуть, подышать свежим воздухом и, конечно же, приготовить какую-нибудь обалденную походную вкусняшку. Костер сегодня разводить не будем, а воспользуемся маленькой складной походной печкой, которую еще называют щепочницей. Насколько я понимаю, от того, что в качестве топлива для нее чаще всего используется щепа. А вообще топить ее можно всем подряд. Ветками, шишками и любыми деревяхами, которые валяются под ногами. Такая печурка – прекрасный вариант в период высокой пожароопасности. Да и эффективность у нее, кстати, очень даже. Буквально на охапке веток можно приготовить полноценный обед на 12 персон. Шучу, конечно. Но такая печурка – реально удобная штука для быстрой организации походной кухни. Некоторые из моих подписчиков спрашивали в комментариях, чего это я свою милую заставляю ямы копать, дрова пилить и костры разводить. Поясняю. Я ее не заставляю. Со всем этим я и сам могу прекрасно справиться. Но вот захотелось ей самой научиться всем премудростям лесного ремесла. Или по-другому бушкрафта. Кстати, судя по вашим комментариям, не все знают, что это за слово такое заморское бушкрафт. Тема эта достойна целой лекции. Но я постараюсь объяснить кратко. Бушкрафт – это составное слово. Из английских слов – буш, дикая австралийская пустынная местность. И крафт – умение. Изначально это слово использовалось только в Австралии и Новой Зеландии. Там, где была эта самая пустынная местность. А позже этот термин распространился на другие страны. И стал трактоваться как умение выживать в любых диких природных условиях. Говоря по-простому, умение построить примитивные жилища, развести костер, добыть воду, пищу, имея набор самых минимальных инструментов, смастерить из подручных материалов посуду, мебель, орудия труда и охоты – это и есть бушкрафт. Мы, конечно же, не выживаем, а просто отдыхаем на природе. Но почему бы всему этому не научиться? А вот пригодится когда-нибудь. Ну ладно, хватит на сегодня болтовни. Печурка наша уже разгорелась. Итак, дамы и господа, сегодня на нашей походной кухне мы будем готовить бомбические бургеры. Музыка. 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 Сначала нам нужно, чтобы сковородка раскалилась. слегка. Потом мы добавим на нее масло подсолнечное, не очень много, буквально три капли. Жар идет такой, что очень быстро раскаляется сковорода наша. И начинаем обжаривать наши булочки. Сковородка маленькая, поэтому скорее всего придется это делать по одной. Чувствую, булочка у нас уже поджарилась, кладем следующую. Ух ты! Вторая булочка у нас немножко подгорела, но ничего страшного. Продолжаем. Нет, пожалуй, наверное, стоит немножко капнуть масло, раз уж у нас горит. Вот, кстати, вам тоже лайфхак. Ручку я обмотал джутовым шнуром, поэтому можно без боязни за него браться. А сама ручка сейчас раскаленная. Продолжаем. Булочки у нас поджарились, теперь выкладываем наши котлеты. Сначала мы обжариваем их, чтобы они как бы закрепили свою форму. Отчепки у нас идет очень большой жар, поэтому, как вы видите, котлеты обжариваются буквально прямо сразу. Теперь мы их накрываем крышкой и оставляем до готовности. Котлеты продолжают жариться, еще не готовы. А мы наши поджаренные булочки смазываем тем соусом, который специально для этого подготовили. Котлеты наши обжарились, как положено. Так, кладем котлету, листик салата, помидор, сыр и накрываем. Один гамбургер готов. Следующий. Вот это мне вот это поздоровее, как это. Главное, чтобы пхаре не треснуло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что, пришло время отведать наши прекрасные бургеры. Волшебно! Продолжение следует... Саша, я знал, что тебе понравится. Вот видишь, еще одна издержка профессии. То есть на камеру готовишь как бы два бургера. А фактически приходится делать их 5, 6, 7, 8. Сюда закинули. Ну самое главное, что вкусно, я очень рад. Прям, Гриша, вообще огонь? Огонь. Ну ништяк. Елена, скажите, ну как вам бургер? Какая вкуснота. Такого бургера никогда еще не ела. Супер. Пожалуй, стоит подписаться на наш канал, как вы думаете? Вы же до сих пор не подписаны. Я? Я подписана. Что вы говорите? Ребят, подписывайтесь на канал ДК-82. Не забудьте ставить пальчик кверху. И хвост держите пистолетом. И-ха! Хвост держи пистолетом. Хвост держи пистолетом.